А вы знали, что YouTube придумали в гараже? Самый популярный видеохостинг в мире, на котором зарегистрированы сотни миллионов людей, создали всего три человека, причем отмечу, что у них не было какого-либо дорогостоящего оборудования и гигантской команды в тысячи человек. Бывшие сотрудники компании PayPal, Чад Херли, Стив Чен и Джавид Карим изначально планировали создать простой сайт для знакомств. Да и появился он, кстати, в День всех влюбленных, 14 февраля 2005 года. Но в конечном итоге планы изменились. И вот об этом я вам сегодня расскажу. Подписывайся на Чуково, ставь колокольчик и погнали! История YouTube началась с того, что близкие приятели Чад и Стив находились на одной из вечеринок, на которую не смог приехать их третий участник команды Джавид. И тогда парни решили в шутку записать ему видео и показать, насколько было круто на этой вечеринке и что он многое теряет. Но, к сожалению или к счастью, они столкнулись с одной проблемой. Дело в том, что видео, которое они записали, было достаточно тяжелым по тем меркам, а его загрузка занимала бы уйму времени и в конечном итоге так и не отправилась Джавиду. Чада это очень сильно расстроило. Он не мог успокоиться и все думал, каким же способом он сможет отправить такой тяжелый файл своему другу. И начал искать различные сайты, которые помогут решить ему эту задачу. Но так ничего не нашел. Дело в том, что в те времена даже компьютеры-то многие не видели. А обмениваться видео своими друзьями было очень проблематично. Ведь для начала нужно было ждать долгое время, пока ваше видео загрузится и отправится. Потом человек, который его получил, будет очень долго ждать, пока оно загрузится на его устройство. А из-за проблем со связью и различными кодировками, видео, возможно, и вообще не удастся посмотреть. В общем, так у Чада и появилась идея создания собственного сайта, с помощью которого можно максимально быстро поделиться различными видео со своими друзьями. А также было здорово благодаря этим видео общаться с другими пользователями и знакомиться. Там даже была возможность загружать свои видео-анкеты для облегчения знакомства и общения. А за основу была взята технология Flash Video, которая позволяла сохранить высокое качество видео при малом объеме передаваемых данных. Ну и как это принято в Америке, реализация идеи началась в крохотном гараже на окраине. И 14 февраля 2005 года парни зарегистрировали домен youtube.com и вплотную начали заниматься его разработкой. Что касается названия, состоит оно из двух слов. Первое это you, то есть ты. А вот tube в жаргонном выражении означает телек, ящик. Название не было у кого-то заимствовано, а было выдумано парнями, прям в гараже. И казалось бы, идея сайта была отличная. Загружаешь свою видео-анкету, загружаешь свои различные видосики, отправляешь друг другу, общаешься и знакомишься. Но, к сожалению, даже после месяца ведения сайта, так никто и не загрузил хотя бы одну видео-анкету. И тогда создателям пришлось пересмотреть идеологию своего на тот момент странного проекта, так как идея с аналогичностью фейсбука потерпела крах. И вот однажды Джавид решил в шутку загрузить свое мини-видео из зоопарка, где он рассказывает о слонах, которые красуются на заднем плане. И не сказать, что это видео как-то завирусилось, просто многие поняли, что этот сайт можно использовать в стиле сам себе режиссер. Можно загружать как любительские съемки, так и профессиональные, использовать его как рекламу своего проекта или просто поднимать настроение другим людям веселыми роликами. И тут создатели Ютьюба увидели, чего же хочет аудитория, а в какой-то момент на платформу начали приходить люди с MySpace и Google Video. Пользователям нравилось, что на Ютьюб видео загружалось проще и быстрее, а также можно было оценить видео и оставить свой комментарий. Таким образом, сайт набирал свою популярность, и уже через полгода на Ютьюб обратили внимание крупные инвесторы, которые выделили 3,5 миллиона долларов на развитие платформы. А для того времени это просто были гигантские деньги. И кстати, реклама Ютьюб на тот момент еще толком не было. Ребята просто отправляли ссылку своим друзьям, а те своим, и даже инвесторы также наткнулись на этот видеохостинг. В общем, процесс запущен, работа кипела, а аудитория прибавлялась ежедневно дикими темпами. А что касается первой рекламы, именно на самом Ютьюбе, которую он продал, то ее поставили в шуточном виде. Херли написал, «Ребята, простите, денег не хватает заплатить водопроводчику». Вот такая вот забавная была первая реклама. Ну а что касается аудитории, она прибавлялась. Прибавлялась дикими темпами в количестве 9 миллионов уникальных пользователей в день, представляете? И хоть разработчики и жалели, что Ютьюб не выполнил их изначальные цели, как сайт знакомств, то зато финансовыми результатами они были очень довольны. Ведь в июле 2006 года Ютьюб занимает пятую строчку в листе самых популярных сайтов США. А уже в сентябре этого же года мировой гигант Google предложил купить компанию за невероятные цифры, на тот момент времени 1,6 миллиарда долларов, правда не наличными, а акциями. Но в любом случае, такое предложение могло поступить ребятам только раз в жизни. И хорошенько обдумав, парни пришли к выводу, что надо соглашаться. Сделка совершилась в ноябре 2006 года, и именно с того момента Ютьюб стал принадлежать компании Google. А что касается основателей, то они покинули свой пост в 2010 году, занявшись новыми, не менее прибыльными проектами. И вот здесь у многих возник вопрос, неужели Google сам не мог создать такой же сервис, как Ютьюб? И ответ вас, возможно, немного удивит. Всё дело в том, что Google уже и так несколько лет работал над видеохостингом под названием Google Video. Он был немного похож на Ютьюб, но вся фишка в том, что Ютьюб рос без какой-либо рекламы, как будто какие-то божественные силы помогали ему развиваться. А Google Video, несмотря на гигантскую команду, на миллионные вложения в рекламу, так и не смог показать достойные результаты. В итоге, если посчитать в целом, то для Google было гораздо выгоднее купить готовую платформу, которая сама бесплатно двигается и развивается. Начиная с 2007 года, на Ютьюбе начала появляться реклама от Google, и представляла она собой полупрозрачные баннеры, которые исчезали спустя 10-15 секунд. И это был первый шаг в монетизации видеохостинга. Ну и как вы наверняка заметили, данный способ используется до сих пор. В России же Ютьюб появился 13 ноября 2007 года с ролика от Ютьюб Чуково, ой, прошу прощения, с ролика от Петра Налича «Гитара». И кстати, это видео очень сильно способствовало существенному росту карьеры российского певца. И в том же году Ютьюб запустил партнерскую программу, которая помогала пользователям начать зарабатывать со своего контента. Именно таким образом многие пользователи смогли превратить свое хобби в прибыльный бизнес. А уже спустя год многие креаторы стали зарабатывать шестизначные суммы. Тем временем Ютьюб продолжал развиваться, и спустя еще некоторое время пользователи смогли просматривать видео с разрешением 480p. А в июле 9-го года появились первые ролики в качестве 720p и в ноябре 1080p. И еще чуть позже была реализована система распознавания речи и введены прямые трансляции. В декабре же 2012-го года появился первый ролик, который набрал 1 миллиард просмотров. Я думаю, многие до сих пор помнят этот клип южнокорейского исполнителя Псай и его трек «Гангдам Стайл». Кстати, на сегодняшний день этот ролик посмотрели более 4 миллиардов раз. Кстати, в России самым популярным клипом был «Скиби Ди» от «Литл Биг», который набрал полмиллиарда просмотров. Ну а в том же году, когда вышел «Гангдам Стайл», число активных пользователей перешло черту в 1 миллиард. Ведь даже маленькие дети и пожилые люди начали смотреть YouTube. А самый популярный комментарий на YouTube собрал более 3 миллионов лайков. Что же касается самого раскрученного канала на YouTube, то это «Т-сириес», на котором выкладывают музыкальные клипы и трейлеры голливудским фильмам. И на сегодняшний день на нем около 200 миллионов подписчиков. В общем и целом, YouTube для многих остается обычной платформой для просмотра видео, а для некоторых является местом начала их новой жизни. Одним из таких стал Джастин Бибер, представляете? Когда парню было 12 лет, его мама залила видео, где Джастин поет песню на одном из конкурсов просто ради того, чтобы их родственники могли посмотреть и оценить номер сына. И вскоре продюсеры случайным образом заметили мальчика, вернее это видео. А спустя пару лет журнал Forbes признал Джастина самым высокооплачиваемым артистом мало уже 30 лет, а на 2017 год состояние Бибера уже было 90 миллионов долларов. Что же касается нынешнего времени, то YouTube посещает около 2 миллиардов человек, а ежегодная выручка до сих пор растет. К примеру, за последний год рекламная выручка составила почти 15 миллиардов долларов. А YouTube стал не просто очередным сайтом, а новой цифровой эрой. Ведь на сегодняшний день здесь можно найти видео всех профессий и тематик, бьюти-блогеры, спортивные каналы, юмористические и так далее. Здесь есть всё. И это всё смогли сделать три парня прямо в гараже. Надеемся, вам понравилась эта история и взамен вы сможете подписаться на YouTube ЧКО, поставить колокольчик. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем пока.